всем добрый день мимо такой новости пройти не мог депутат государственной думы от партии родина алексей журавлёв предложил признать аллу пугачёву иноагентом и лишить имущество которое она владеет в российской федерации давать эту новость я вам покажу на скриншот в описании видеоролика будет приложена эта новость пишет я ссылаюсь на новости mail.ru политика ряд других сми только что эта новость вышла час назад в году и предложили признать пугачёву иноагентом аллу борисовну пугачёву она сейчас пенсионерка народная артистка советского союза российской федерации певица если кто-то не помнит так вот пишет первый зам предкомитета госдумы по обороне алексей журавлёв предложил признать аллу пугачёвой иноагентом как пишет сми и лишить имущество за дискредитацию вооруженных сил российской федерации и работу на западную пропаганду об этом говорит алексей журавлёв поводом для этого стала публикация певицы в соцсети попадания ракеты в детскую больницу в киеве сообщает это и и вот так вот так вот на этот источник информации буду ссылаться это официальные российские сми об этом пишут что я могу по этому поводу стать я полностью поддерживаю депутата государственного дума алексея журавлёва хотел напомнить когда и словом началось давно уже шли разговоры признать аллу борисовну пугачёву иностранным агентом вот многие депутаты этого хотели и хотел напомнить что алексей журавлёв и раньше делал такие лозунги но никак госдума не может принять этот законопроект потом а также сама боли борисовну пугачёву наверно шутила шутя тоже была такая информация диана лично просила минус ее признать иноагентом когда признали ее мужа иностранным агентом вот так вот ребята ну никак и иностранным агентом не могут признать я считаю что ее нужно признавать иноагентом и уверяю вас и сейчас был бы советский союз ее бы давно же бы признали иноагентом и запретили въезд в российский российскую федерацию и ее имущество уже ушло бы в казну нашей страны если сегодня был бы советский союз так бы и поступили хотел напомнить то что свое время за длинный язык растропович но если вы знаете это был большой человек большой музыки да но ответил очень сильно крепко ответил когда он там помню я точно не знаю всех нюансов он помог тот момент был за границей ну что такое он нес пропаганду против советского союза но надо было человеку только сказать да что то не очень приятное и тут же дверки захлопнулись обратно въезд в россию в советский союз вот так вот вопрос почему наша власть мелочиться передала борисовна пугачева я не понимаю я считаю что пора вести себя так же как ввел себе советский союз да мне еще пару лет назад писали некоторые ой она же артистка известная даже по телевизору об этом слышал мне плевать кто она такая она сейчас работает явно не на нашу страну она уехала за границу вот так вот и она ни одно слово не говорит приятные слова в наш адрес нашей страны вот мне еще перечислить в нем муж и на агент советском союзе и его уже давно было запретили въезд в нашу страну и отобрали гражданство даже за основусь то что у него муж и на агент вот и все вот как бы поступал советская власть она не разбиралась там и муж и жена виднесли ответственность друг за другом вот так вот она ничем не отличается от максима галкина ничем и кстати хотел вам напомнить я кстати путина в этом плане критиковал у нас было но у нас какой-то публичное но есть чиновник какой-то который обращался в следственный комитет по моему в какие-то вышестоящие органы чтобы арестовали заочно возбудили уголовные дела по отношению мужа максима галкина прокуратура отказалась это делать да я даже на эту тему ролики делал почитайте сми погуглите она хотел бы напомнить не случайно она же первую пару раз приезжала в москву а последний раз когда она приезжала на похороны одного модельера она же сначала с дмитрием песковым и песков ручку целовал на коленках еще озвучу то есть у у него хорошая крыша есть и крыша находится в москве кремле вот вопрос задаю журавлеву надо тут письмо путину писать напрямую а почему по отношению к ее мужу не возбуждает уголовные дела за дискредитацию наша российская армия вот так вот и пугачеву почему не признаемые на агентом даже за слова надо менять да я свое время брал интерьер анатолия александровича вассармана задавал этот вопрос но он мне говорил но у нас законодательство такое меняйте господа депутата за законодательство меняйте кто вам мешает грош цена надеюсь что журавлеву слышит путин да хорошее заявление алексей журавлеву звучит уже не первый раз правилу пугачева говорят из трибуна госдуме что надо признать иноагентом лишить даже гражданство предлагали ну что когда это свершится уже говорим не первый день поэтому поэтому это очень интересный такой может сказать посыл пошел заявление депутата журавлева я уверяю вас многие граждане нашей страны поддержат эту идею ну не знаю осуществится или нет я думаю что пока в кремле сидит рядом с путиным дмитрий песков пугачева никто не тронет к сожалению это обидно а так я журавлева поддерживаю надеюсь что все таки власть нас услышит и кстати в укор скажу у нас есть такой депутат в государственной думе такой полненький двухметровый дядя Женя сидит Евгений Алексеевич Федоров вопрос а вы со своим модом а почему вы не поддерживаете Алексея Журавлева в этом плане он еще раньше заявлял или от других депутатов насчет лишения гражданства признание ее иностранным агентом почему вы дядя Женя молчите об этом почему ваш нот такой патриотичный об этом молчите в пикетах не стоите с требованием Аллу Борисовну признать иноагентом его мужа возбудить уголовное дело за дискредитацию армии почему Федоров молчит не поддерживает своего коллегу вот это большой вопрос надо еще по щит посмотреть кто патриот я считаю Журавлевым настоящим патриотом а не Евгения Алексеевича Федорова который в грудь себе бьет в полковской форме сел на фронт идите Евгений Алексеевич Федоров вы здоровый мужик а если не хотите тогда форму снимите вы пока все таки в Государственной Думе работаете вы уже в отставочке а Журавлеву респект поддерживаю с вами был Руслан Михайлов политобозреватель Российской Федерации подписываемся на мой ютуб канал мой дзен канал ставим лайкосики комментарии приветствуются ну а другим особенно ботам из нода советую придерживаться конструктивной критики и законодательство поучить до скорых встреч пока пока